Сегодня я запишу совсем короткое видео о счастье по-китайски. Ну, сначала представлюсь, я Велета Копченкова, мастер фэншу и саджок, и я записываю короткие видео, которые интересуют моих подписчиков. И сегодня мы будем говорить о счастье по-китайски. Что такое счастье по-китайски? Например, одного мудреца, учителя спросили, откуда у него столько мудрости, спокойствия, почему он всегда такой умиротворённый, счастливый, довольный жизнью, радостный. И он ответил, когда я ем, я ем. Все очень сильно удивились, ну и что, я тоже когда ем, так я ем. И учитель сказал, когда я ем, я только ем. И вот это очень важное замечание. То есть занимайтесь одним делом с удовольствием. Если вы едите, получайте удовольствие от еды. Сосредоточьтесь на том, что вы едите. И получайте от этого радость. Когда мы занимаемся каким-то делом, у нас не должно быть лишних мыслей по поводу каких-то других дел. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете сейчас, в настоящее время. И тогда действительно будете намного счастливее. И хочу я ещё привести вам китайскую пословицу, как пример, что такое счастье по-китайски. Если вам нужно счастье на час, вздремните. Если вам нужно счастье на день, отправляйтесь на рыбалку. Если вам нужно счастье на месяц, женитесь. Если вам нужно счастье на год, получите богатое наследство. Если вам нужно счастье на всю жизнь, помогайте его найти остальным. Вот такая вот китайская мудрость. Она мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Всё. Совсем коротенькое видео. Думаю, оно вам будет полезным. До новых встреч. Пока-пока. Всегда ваша Виолетта Коченкова. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok